МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я вчера спрашивал Господа, чем мне сегодня с вами поделиться, каким посланием, знание того, что мы следующее воскресенье, нас здесь не будет. Я много думал, и у меня было такое впечатление, и я достаточно уверен в том, что это действительно был Господь. Он меня спросил назад, каким ты видишь, каким хочешь ты твое стадо видеть? Что бы ты хотел, что бы ты в нем хотел видеть? Как этот стадо должно себя чувствовать? Что же должно стать из этого стада овец? В каком состоянии ты бы хотел видеть? И я сразу знал, что Господь этим хочет сказать. И мой внутренний ответ, это был как внутренний диалог, понимаете? Сразу было, Господь, конечно, ясно, я хочу видеть жирными. Я хочу, чтобы это было жирное стадо. Не только, чтобы стадо само по себе росло, это тоже аминь. Но я хочу тех, кто уже здесь. И, пожалуйста, чувствуй себя сразу, что это к тебе тоже обращение. Если мы говорим о церкви, тогда ты имеешься в виду. Не только те, которые придут, но те же, которые здесь, особенно они имеются в виду. Мы хотим видеть тебя жирным. Мы хотим видеть, что по твоим стопам просто благословение капает. Так, чтобы это было радостью, быть вокруг тебя. Чтобы ты сам имел радость в твоей жизни, ибо это тоже побочный эффект этого желания или этого развития. Чтобы ты сам со своей жизнью лучше мог разбираться. И с собой лучше разбирался. И, конечно же, и другие. Аминь. Это то, что я хочу видеть. И потом для меня также было ясно. Тогда я хочу вам охотно дать послание, которое вас продвинет в этом. Это продвинет. И у меня было такое впечатление, что Господь не разрешает обращаться к вам. И с Галатом 3 глава. А именно, я хочу на ближайшие воскресенья, я стих за стихом Галатом 3 начну излагать. Взгляде на пик или кульминацию Галата 3, а именно 3, 13-14. Аминь. Если ты немного знаешь Писание, Новый Завет, и особенно здесь, конечно, тогда ты знаешь, что Галатом 3. Послание Галатом само по себе что-то особое. Это очень-очень важный документ Нового Завета, которое в истории очень много воспроизвело. Многие связывают реформацию, особенно с посланием к Кремлям. Но на самом деле это было письмо Галатом, которое в первую очередь Матеру Лютеру привело к тому, что он пришел к познанию, что праведная вера жив будет. И послание Галатом, возможно, даже еще важнее было для реформации, чем послание к Кремлям. И в этом послании Галатом, это прежде всего 3 глава, где мы некоторые вещи узнаем, которые мы обязательно должны знать и понимать, чтобы как стадо и как единственное тоже мог быть жирным. Я не знаю, я хочу быть жирной овцой. И вы знаете, как я это имею в виду. Это ничего вообще не имеет с размером тела, вообще нет. Понимай это духовно в перемностном смысле. Но я хочу быть овцой, так что если ты в шерсть резанешь, сначала будет жирный слой, толстый слой жира. Прежде чем появится мясо, будет сначала толстый слой жира. Такой агнец, который по-настоящему жирный. И у тебя нет чувства, что большая часть шерсти, если ты ее стрижешь, уже много не остается. Тогда оставься только немного такой худой, худая овечка. Нет, по-настоящему жирная овца. Аллилуйя. Можешь ты амин сказать к этому. Слава Господу. Давайте пойдем обратимся к Галатам 3. Вы можете охотно свою Библию открыть. Я буду читать свой перевод. Я могу вам сказать, все это очень интересно. Сегодня утром я еще работал над этим. И должен был осознать, что некоторые вещи, которые здесь с Галатам 3 встречаются, что я их не совсем правильно переводил. И знаешь, готовить проповедь, она сейчас меня ведет к тому, что я исправляю мой перевод. Интересно. Это как взаимная игра. Перевод Библии или перевод Новый Завет ведет к тому, что я нахожу темы для проповеди. С другой стороны, проповедь и подготовка проповеди часто ведет к тому, что я перевод как бы еще поправляю, в кавычках. Ибо то, что здесь было написано, оно было не то, что оно было неправильно, но то, что сейчас здесь написано, оно еще лучше. Аминь. И здесь Павел говорит в первом стихе. И эту первую часть третьей главы я назвал «Кто вас заворожил». Вы знаете, большинство переводов Библии делают что-то, что вполне правильно. А они ставят под заголовки на отдельные главы или где-то в разделах, так, чтобы лучше можно было это разделить, так, чтобы оно еще было более, со что можно было взяться. Эти под заголовки, они не написаны в греческом оригинале, в тексте. Это, как говорится, это переводчик это сам так выбрал. Здесь Павел говорит «О бессмысленные галаты! Кто же вас заворожил? Быть непослушными истине! Вам, которым Иисус Христос просто по-настоящему был нарисован перед вашими глазами, как будто бы он был распят в вашей среде». Это первый стих. И одна особенность в послании к галатам это то, между прочим, что послание к галатам это одно из самых резких посланий Нового Завета. Здесь Павел ни в коем случае не удерживается. Здесь он своих читателей не жалеет. Он по-настоящему агитирует. Это полемика, настоящее воинственное письмо, если хочешь. И ты спросишь себя, почему это так? Потому что так много стоит на кону. Если ты понимаешь, в чем галаты находились, в какой борьбе они как раз находились, что касается истины Евангелия, тогда ты лучше будешь понимать, почему Павел выкатил большие оружия и считал это правильным, большими оружиями выкатить. Ты же видишь уже в первом стихе, в третьей главе. «О бессмысленные галаты! Я думаю, ты не обращаешься просто так к кому-то, между прочим, или просто так, «Эй, ты глупый, бессмысленный, неразмысленный человек!» Когда ты последний раз писал имейл или начинал абзац, «О, ты бессмысленный клиент!» «Ты неразмысленный клиент!» «Или ты бессмысленный пациент!» «Ты глупый человек!» Когда ты последний раз что-то подобное кому-то писал, может быть, это уже давным-давно было, может быть, ты еще никогда такого не писал, или же ты принадлежишь к этой гильдии, которая пишет резкий имейл, люди, которые охотно пишут резкий имейл, и только они нажали «Отправить», они жалеют об этом. В определенное время я тоже принадлежал к этой группе. Если мне кто-то ко мне косо обращался в имейл, он сразу получал резкий имейл назад. Я должен был сам себя дисциплинировать. Слава Богу, моя жена тоже мне в этом помогала. Не на каждой кресле кто-то пукнет, сразу где-то в интернете, или в имейл, сразу реагировать. Сразу с острием меча реагировать. И знаете, это внутренний процесс, который происходит, ибо во мне были сразу сотни голосов, которые меня защищали, которые хотели выразить, «Ты абсолютно прав. Если ты этому человеку по-настоящему скажешь мнение, ты абсолютно прав, и потому что никто это не делает, ты это должен сделать. возьми это как пророческое задание, по-настоящему сказать свое мнение». Но это не то, о чем мы говорим. И это не то, что Павел, как Павел был, какой его мотив был, но как он здесь двигался, ты можешь быть уверен, здесь многое, некоторое, или для этих людей, может быть, все даже стояло на кону. О, бессмысленные галаты, восклицательный знак, кто вас заворожил, быть непослушными истине. Ты можешь сказать, о чем здесь вообще речь? Я даже далеко так не хочу заходить, мы еще сейчас это увидим в соотношении. Что же я для вас тоже хочу выработать? И я верю, чтобы мы снова и снова нуждались в такой пробудке, в духовном соотношении. Может ли это быть, что некоторые из того, что мы охотно хотели бы, хотим, что мы себе желаем, то, что мы уже давно хотим видеть, как реальность в нашей жизни, поэтому еще не проявилось до сих пор, потому что просто были бессмысленны. Может быть, просто мы не размышляли, а именно о чем? Об истине, которой мы бы должны были или могли бы быть послушными. Ибо вопрос ставится, если Павел Галатов называет бессмысленными по отношению к чему? По отношению к чего же они были бессмысленными? Слово, и это одна из поправок, которая сегодня утром внес, это слово, которое бессмысленное или глупый можешь перевести, но дословный перевод означает бессмысленный. И я это нахожу хорошая, как бы, другая сторона, другой полюс к выражению, кто вас заворожил, кто вас заворожил. И это Павел имеет в виду не буквально, он не исходит из того, что кто-то здесь занимался черной магией против Галатов. Видите? Есть такие мифы, которые кружатся в теле Христа, например, представление, что где-то сидит какой-то кружок ведьм, и которым больше нечем заняться, как проклинать пасторов и церквей. Если они с определенной способностью это делают в этом кружке ведьм, тогда это будет соответствующее влияние и проявление. Возможно, есть такие люди, да, но знаешь, я не боюсь их. Я также не боюсь таких проявлений. Если я об этом узнаю, я говорю, незаслуженное проклятие не приходит. Аминь. Но то, что Павел здесь имеет в виду, что люди пытались Галатов снова привести в уровень закона, на уровень доверия, доверия своим делам, доверия, доверия вплоть, и что это убедительная работа, которая здесь проводилась некоторыми учителями, которые путешествовали за Павлом и новых верующих, что его, так сказать, у него опять забирали, это похоже было за выражением или другими словами, я тебя так долго обрабатываю и так интенсивно, и я просто тяну все регистры, чтобы тебя перетянуть на мою сторону, чтобы тебя переубедить, что это невозможно по-другому назвать, как за выражением. Знаешь такое? Есть ли такое еще и сегодня? Аминь, да. И знаешь, мне стало ясно здесь, в этом первом стихе, этот вид и способ убедительной работы особенно может у тех принести плод, которые не думают. А именно не то, что в основательной не думали, мы все думаем, пожалуйста, не примите, как обида, чтобы ты больше думал о вещах. Мы все это делаем, весь день мы думаем. Но мышление и бессмыслие галатам также и наше бессмысленное, если мы в это падаем, иметь в первую очередь отношение к тому, что Павел потом говорит, кто же вас заворожил? Быть непослушными истине. Быть непослушными истине. Призыв был бы поразмышлять или размышлять о истине. Аминь. Размышлять об истине. О какой истине? Павел говорит то, что он галат в первую очередь проповедовал. Простой Евангелие, Евангелие веры, слышимое послание, простой Евангелие, крестная смерть на кресте, это он называет истиной. Ибо он говорит, «Вам, кому Иисус Христос по-настоящему был нарисован перед глазами, как будто бы он был распят в вашей среде». И это прекрасный образ. Даже слово, которое Павел там использует, это не слово, что рисовать перед глазами, но более что-то таким видом и способом описать, чтобы этот внутренний глаз буквально прямо-таки видел. У Павла было, в то время, как он основывал церковь галатям, у него было послание и Евангелие, центром был крест. Крест был в центре, смертный, крестная смерть на кресте была центром. Можете себе это представить? А именно видом и способом, так что галаты как бы не имели уже никакой отговорки, «Хей, этот муж Иисуса, Иисуса на кресте» так ясно и четко описал, мы можем буквально видеть, как будто он в каком местности здесь, где-то в какой-то деревне, в середине деревни был поставлен крест, он там, он умер специально за нас, специально за нас. Аллилуйя! Если ты немножко знаешь историю искусства, знаешь немного историю искусства, тогда ты знаешь наверняка, что в истории снова и снова возникали произведения живописи и особенно во время рессонс, когда люди Христа на кресте рисовали не в его действительном географическом отношении, но посреди их города, тогда современными крепостями на заднем плане, которые я смог видеть, это этот или этот город, или это, или это крепостное сооружение, то или иное строение, которое исторически в 16-м или в 15-м столетии было, а не то, что Павел здесь говорит, так сказать, перенесли в образную речь и сказали, мы так сильно верим во Христа, Христос так четко нам был описан, как будто Он умер за нас, так, чтобы у нас картина была произведения, которое ему таким именно представляет. Ты это не должен повторять буквально, но что мы обязательно должны бы сделать, и это именно то, что Павел здесь имеет в виду, когда он говорит, что мы были послушны истине и размышляли об истине, он говорит, что различные аспекты смертной смерти Христа, а особенно замены на кресте, ты можешь это как бы собрать в одно, как трехкратное размена на кресте. Христос стал для нас грехом, чтобы мы могли стать Божьей праведностью в нем. Второе Коринфянам 5.21 Это наверняка самый важный аспект замены на кресте. Второй аспект, который хочу назвать замены на кресте, это Христос со всеми нашими болезнями, нашими слабостями, со всеми нашими болями был побит на кресте, чтобы мы могли быть исцельны через его страдания, Есайя 53.4.5 и так же, как 1 Петра 2.24. Это второй аспект замены на кресте. И третий аспект, и об этом я хочу сегодня утром особенно поставить ударение, потому что многие имеют общее с этим ожирением, это 2 Коринфянам 8.9. Ибо мы знаем благодать нашего Господа Иисуса Христа, что Он, хотя Он был богатый, Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Это тройное или три аспекта, основательных аспекта замены на кресте. За это Христос умер, люди, за это Христос пошел на крест, чтобы ты стал Божьей праведностью в Нем, чтобы ты полностью мог быть исцелен ранами Иисуса Христа и чтобы ты был богатым, чтобы мог богатым через Него или впоследствии Его бедности. Если мы говорим о том, что мы хотим быть жирными, чтобы мы благословение Авраама пережили, тогда мы должны понимать эти вещи и не должны от них отступать. Если задав себе вопрос, это третья глава Галатам, как же это можно соединить, в чем суть мысли, или почему для тебя эта глава настолько важна. Ты мог бы сказать, эта третья глава послания Галатам содержит в себе полную информацию, в которой мы нуждаемся, чтобы понять, как старозаветное благословение, которое было на народе Божьем со времен Авраама, как это благословение новозаветное, народ Божий может прийти. Аллилуйя! Аминь! Глоди! Ибо это очень-очень важный вопрос. Знаете, многие христиане, они живут в постоянном конфликте, зная, что их спасение, все, что они имеют, все, что мы силу Нового Завета называем нашим собственным, конечно, в теологическом, абстрактном смысле, бесконечно лучше, чем то, что старозаветные люди когда-либо имели. Да? Все, что старозаветный народ израильский когда-либо имел, это намного лучше. Аминь! Но они живут в этом конфликте, и это хорошо, что ты этот конфликт имеешь, если ты еще не стал на сторону благословения полностью. Они живут в этом конфликте, что задают себе вопрос, как это возможно, что наше духовное благословение намного важнее, ценнее, бесконечнее, чем духовное благословение, которое они имели в Старом Завете, но материальнее они были, материальные были намного благословеннее. Как-то возможно, что иудеи еще и сегодня еще считаются или числятся к самым благословенным людям на земле, хотя большинство из них даже не верят во Христа. что здесь неправильно в этом образе? Этот вопрос должен себе задать и ответ в Галатам 3. Аллилуйя! Хочешь ли ты быть жирной овцой? Хочешь ли ты на легитимном основании? Знаете, это так важно, смотрите, чтобы мы знали, что мы верим и почему мы это верим. Ты можешь долго говорить, я верю, что Бог меня благословит, я верю также, что мы будем богатыми и какое-то определенное процветание должны иметь. Но вопрос, который ставится снова, почему? Почему ты это веришь? Нет ли тысячи оснований, которые говорят против этого? И особенно, если имеешь дело с христианами, ты всегда получишь и услышишь теологические основания, которые мнимо говорят о другом. И поэтому я верю, что это так важно, сильно важно, чтобы мы понимали, что эти вещи, что они действительны и истинны в Слове Божьем утверждены. Почему Павел Галатов называл бессмысленными? Потому что они не размышляли об истине креста. Видите, вопрос, который Галаты имели, которое им как бы жло под ногтями, я не знаю, какими длинные ногти надо иметь, чтобы оно жгло под ногтями. Я свои ногти сегодня подстриг, а здесь больше ничего не жжет. Это просто такая образная речь. Это был тот вопрос, который жег у него под ногтями. Именно, чтобы Павел их учитель, который их наставлял в Евангелии Иисуса Христа. Пожалуйста, скажите, как нам жить наши будни здесь на земле? Как мы можем это утвердить? Пожалуйста, не говори нам только, как можем иметь вечную жизнь в славе, но также скажи нам, пожалуйста, как мы можем это благословение закрепить, ибо, которым мы нуждаемся для нашей прибыли, для наших полей, для наших стад, для нашего ремесла, для того, что мы делаем, для наших входов и выходов. Скажите нам и это же? И основание тому, почему Павел так резко должен был им писать, что ответ в принципе на руку Христос умер за это не только для твоей вечной жизни, но и для твоей жизни здесь. Но эти лживые учителя, которые шли по стопам Павла и которые этих людей заворожили, они следующее делали. Они не имели ответа на этот вопрос, потому что они сами были бессмысленными и соотношения не понимали. Эти люди говорили, это только в этом может быть дело, что вы еще не являетесь настоящими евреями. Это только в том дело, что вы еще не стали полноценными членами Дома Божьего. Вы через ваше принятие Христа, так же, как Павел его проповедовал, вы, так сказать, вошли как бы в предварительную ступень, вы находитесь в преддверии, во дворе, но чтобы вы действительно могли войти в святилище и полное благословение, всю эту жирность этого масляного дерева могли пережить. Вы должны, так сказать, стать полностью евреями. Вы мужи, вы должны обрезаться. Вы семьи, вы должны начать праздновать еврейские праздники. И вообще, начните питаться иудейские, ибо это то, что евреи имеют еще. Поэтому они так благословены. Если вы параллельно с духовным благословением еще материальное благословение хотите иметь, тогда обратитесь назад под закон. Понимаете это соотношение? И это самое большое заблуждение. И поэтому Павел так резок здесь, потому что этот вирус, и это вирус, который невозможно уничтожить в церкви, и который каждый несколько лет снова и снова получает подъем и находит несколько жертв. Я не удивился, когда недавно прочитал в газете, что в Америке в этом году было две смерти, которые чумой болели, и что два человека заразились чумой на каком-то кемпинге, где-то на западе Америки. Явно, что чума еще не полностью уничтожена. Ты все еще можешь умереть от чумы, если хочешь, потому что какие-то грызуны, где-то бацилус этой чумы носят с собой, и ты можешь этим заразиться. И также с этой идеей, с этим представлением. Знаешь, всегда тогда, когда в теле Христа нет учителей, которые эти соотношения понимают, тогда приходят запасные объяснения, которые якобы показывают путь, как тело Христа в физическом, в материальном, в земное благословение может войти и могут пережить жизнь в полноте параллельно с тем, что имеют уже благословение духовное. Объяснения, которые потом преподносятся в основном они в естественном человеческом уровне. Ибо знаешь, все, что евреи делают, что мы не делаем, это очень простые объяснения, которые я вам сейчас преподношу, вы это правильно понимаете. Все, что евреи делают, что мы не делаем, это они придерживаются праздников, определенный вид еды и питья, обрезания мужчин, все эти вещи находят свое место естественно. Здесь нет ничего сверхъестественного. Согласны вы со мной? Ничего сверхъестественного. Тебе не надо особое откровение от Господа, чтобы обрезать твоего сына в шестой или нет, восьмой день, извиняюсь. Ты не нуждаешься в особом откровении. Здесь нет ничего сверхъестественного. Ты не нуждаешься в откровении, чтобы знать, что это означает кошерную еду. Все это вещи, которые утверждены и находят свое место в естественном, в естественной сфере. И всегда тогда, если учителя в теле Христа поднимаются, которые тебе хотят предписать, что тебе в естественной сфере еще надо делать, чтобы ты действительно мог войти в полноту благословения, они клонят в этом направлении и не понимают соотношение, простое соотношение между верой и быть благословенным. Аллилуйя. Ибо как бы дальше потом ясно и совсем четко увидим, Павел хочет прийти на следующее уравнение. Он людям хочет следующее уравнение показать. Так ясно преподнести и нарисовать перед глазами, чтобы они это больше никогда не забили. Верить значит быть благословенным. Аллилуйя. Второй стих. Это я еще хочу от вас узнать. Следующий риторический метод, средство, которое Павел потребляет. Павел был классный риторик. Если ты читаешь его в пистии, это не от плохих родителей. Здесь ты имеешь с кем-то дело, который эти вещи изучал. Он знает, как писать и как говорить. Это я еще хочу от вас узнать. Теперь, эй, пожалуйста, эй, он говорит на хорошем швейцарском языке. Теперь я хочу ваше основание услышать. Пожалуйста, преподнесите. Какие у вас аргументы? Есть ли у вас что вы можете предложить? Следующее я еще хочу от вас знать. Вы по делам закона получили Духа или отслышание послания веры? Интересный вопрос. И тем самым он их снова подводит к мышлению, к думанию. Видишь, он их сначала называет бессмысленными, и теперь он им ставит вопрос, который снова должен привести к размышлению. Дорогие галаты, поразмышляйте, поразмышляйте, дорогие христиане 21-го столетия. через что или чем вы были спасены? Если Павел здесь задает вопрос, откуда или с чего вы получили Духа? По делам закона или отслышание послания веры? Этим самым он не имеет в виду не только откуда вы получили полноту Духа, но также откуда вы вообще получили Духа. Когда ты первый раз получил Духа Святого при твоем возрождении, аминь, это единственный правильный ответ, ибо возрождение без Духа Святого невозможно. Как же это произошло? Потому что ты какие-то дела сделал? Наверняка нет. И ты очень быстро можешь дать аминь к этому выражению. Аминь. Это и есть как раз тот путь, который Мартин Лютер шел. Он прошел и привел его к познанию. Я могу на коленях в Рим ползти и по каким-то ступеням наверх подниматься. Я могу поститься, я могу каяться, я могу в мешок и пепел одеться, я могу ингульденции писать сколько хочу, но это ничего не изменит в моем спасении. И также спасение какой-то другой личности. Почему? Потому что это абсолютно естественные вещи и ничего духовного в этом. Вера же духовна. Вера всегда духовна. ты не можешь верить из твоего разума. Аминь. Значит, ответ на этот вопрос второй стихи, это я хочу еще от вас узнать. Вы по делам закона получили духа? Или из слышания веры, как это дословно говорится, или ослышания послания веры, или как некоторые это переводят. из верующего веруемого слышания ответ очень ясный. Из слышания послания веры. Из этого я был спасен. Из этого я получил духа. Только потому, что мне кто-то проповедовал Иисуса. Только потому, что мне кто-то крест проповедовал и преподнес. Только потому, что мне кто-то сказал, ты должен заново родиться. только из-за этого. И потому, что я это в конечном итоге для себя перенял. Только из-за этого это произошло. Ты ничего к этому не добавил. Ничего. И даже ничего единственного, даже не малейшего. Но как только это произошло, ты начал делать вещи и шагать вперед. И видите, здесь опасность перепутать, а именно первые шаги, которые ты пошел, после того, как ты в вере принял Духа, ты вишешь так же необходимым за то, что ты Духа получил, так же как ты поверил посланию. Понимаете это? Предпримем. Ты просто с помойки пришел. Ты прямо с помойки покаялся. Ты пришел к концу самого себя. Все другие разочаровались в тебе, и ты сам отчаялся в себе. И теперь веру ты принял Иисуса Христа как Господа. И Аллилуйя. Аминь. И теперь ты начинаешь шаг за шагом возвращаться назад, каяться, снова людей просить прощения, и все эти вещи возмещать. И знаешь, все, что потом происходит, и что очень просто может произойти, а именно, тебе лучше становится лучше, лучше и лучше. и вдруг ты достиг какого-то уровня абсолютного отъединения, освещения праведности или осознания твоей праведности, ты думаешь, эй, все правильно сделал. Да. И если потом кто-то приходит с посланием, теперь сделай еще больше из этого, ты будешь еще святее, тогда ты наверняка и ты будешь склонен сначала прислушаться к такому посланию. И то, что на протяжении месяцев или лет было правильным, и Господа было благословенным, и привело к тому, что ты вообще пришел к такому моменту саму себе похлопать по плечу, это вдруг становится проклятием. И нету больше благословения. И без разницы, сколько ты от этого будешь делать, без разницы, в какой интенсивности это делаешь, ты нисколько, ни капельки благословения не переживаешь, как будто бы небо над тобой бетонировано. Аминь. Знаете, и пожалуйста, пожалуйста, пастор Мантр, почему с таким убеждением ты можешь об этом говорить, потому что я это пережил. Потому что я это пережил. Потому что я это именно так пережил. И так, что Павел этим хочет сказать, я забегаю наперед, это станет потом еще яснее. Возвратись назад к этой простой вере и для других дел и нужд твоей жизни. если это правда, что через слышание послания веры в эти возможности, в эти предложения, вы их действительно получили. Это тоже точно так же действует и для других сфер вашей жизни. Если ты по делам твоим не мог заработать возрождение, если же, как же тогда по делам может твое исцеление заработать? Если ты по делам не мог заработать, Духа Божия, как же тогда по делам твое обеспечение хочешь заработать? Теперь ты, может быть, скажешь, «О, окей, и ты думающий христианин, не правда. Ты не относишься к бессмысленным не более, во всяком случае. и ошибочное заключение, которое стучится в дверь, это то, что ты сейчас думаешь, хорошо, но как это переносится с вашими апеллями еще больше давать? Очень хорошо. Это очень хорошо переносится, ибо мы никогда не говорим соотношениями с делами или о праведности через дела. Мы говорим о делах, ты должен дело делать, но из этого дела мы говорим об этих вещах не с видом и способом. Делай более от этого, тогда ты будешь более благословенен, потому что был послушен, но сей больше, и ты будешь больше пожинать. И это не антитеза к тому, что Павел здесь говорит, но что нам должно быть сознательно во всем этом процессе, без разницы, сколько мы даем, без разницы, сколько мы себя вкладываем, какие большие наши жертвы, без любви, все это ничто. Аминь. Если это без любви ничто, тогда это не значит ничто иное, что как без веры тоже это ничего, ибо вера без любви мертва. Вера без любви не может действовать. Зуль я проповедовал о Римлянам 14, 3 стихе, что все, что не по вере, это грех. Как же это возможно, что ты даешь, и даешь, и даешь, и сеешь семя, и сеешь семя, и сеешь семя, и тем не менее, нет соответствующей жатвы. Единственное объяснение, которое я думаю, которое мне вспоминается, это ты делаешь ни по вере, ни по любви, ибо только тогда это может исполниться, что Павел там говорит. Все, что не по вере происходит, это грех. Это даже включает добрые вещи, которые ты можешь делать. И это то, это ужасное в этом виде истины, но также, как сказать, живое, также живое, что касается отношений с Богом, который мы имеем, а именно, что мы не стоим в системе об истине зависимости и принципах. И только если мы все, как можно точно все делаем, только тогда мы будем благословены, но то, что мы верим, то, что мы делаем, то, что мы практикуем, всегда это отношение к живому Богу, которое может нам стать «теперь сей» или «сейчас не сей», или «сей там», или «здесь», или «оставь это», или «не делай это». из веры, по вере это должно происходить, ибо механический акт даяния неблагословен. Ибо механический акт даяния также не может быть по вере, поэтому он грех. и это, и здесь может сделать ошибочное заключение или вывод, который говорит, «О, тогда я вообще уже ничего не буду давать, если я не 100% уверен, что Бог меня к этому мотивировал». это неправильно. Это неправильно. Это ошибочный вывод. Ибо десятина, например, тут не о чем договариваться. Даяния, десятина, тут не о чем договариваться. Это недоговорное. И даешь ли ты десятину по вере или нет, это в конечном итоге твое дело. Но я советую тебе по вере давать десятину. То, что я тебе не советую ее не давать, если ты не имеешь веру на это. Что? Почему? Почему пастор мантры? Теперь это становится мне слишком сложно. Нет, все очень просто. Мы в детском саде. Все очень просто. Давай дальше свою десятину и старайся, чтобы у тебя была вера. Вера приходит от слышания, слышание из Слова Божьего. Если не имеешь веру, что десятину что-то производит или только необходимо, тогда начинай соответствующие послания, проповеди слушать. У нас целый ряд на эту тему есть. И мы предлагаем это. Аллилуйя. Чтобы вера твоя приходила. Если у тебя нет веры для сеяния, видишь, и в это можно бы сказать и дальше зайти, тем не менее не сей дальше. Но присвой себе веру, которая необходима, чтобы жатва могла прийти. Я на протяжении лет работаю с такой стратегией и я очень хорошо этим двигаюсь. А именно, если я осознаю, моя мотивация неправильна, определенное дело делать, тогда я не ставлю под вопрос это дело, но свою мотивацию. Тогда я начинаю стараться не другое дело делать, но стараюсь, чтобы моя мотивация была лучше. Но знаете что? Большая часть христиан, я не хочу преувеличить, большая часть христиан делают именно то, не делают. Они каждый раз, если они чувствуют и видят, что их мотивация неправильная, так что не приходит соответствующее благословение при этом, тогда они не свою мотивацию ставят под вопрос, но они это дело ставят под вопрос, который они делали. Почему? И это очень тонкий, тонкий самообман, или даже ты можешь сказать, это в принципе даже грубый самообман, но ты его сначала должен раскусить, распознать. Эти люди думают или говорят, что их мотивация должна быть правильной и должна быть на высоте своей силы. Аминь. что это не тот случай, что это может быть недостаточно таких мотиваций, они об этом даже не думают, и поэтому они думают, тогда мне надо что-то, какое-то дело искать или найти какой-то путь, который выйдет на встречу моей мотивации. Это основание того, почему новые дела так часто доставляют удовольствие. Найти что-нибудь новое, пойди в другую, новую церковь, начни новую работу, начни новое отношение. И сначала это будет доставлять удовольствие. Твоя мотивация на высоте. Абсолютно. Вопрос только, как долго. Это то, о чем многие могут засвидетельствовать, которые, может, второй или третий раз женились. И, пожалуйста, я не имею в виду, я это имею в виду в смысле люди, которые несерьезно боролись за свои отношения. Которые просто говорят, тогда это будет следующее. Или следующий. То, что они всегда рассказывают, когда ты в своем третьем или в следующем браке пришел к той точке, как и в первом браке. И ты можешь сказать, что это какое-то качество характера, или оно что-то предает о твоем характере, если люди пять, шесть, семь раз были женаты. Знаешь, поэтому я определенному немецкому бывшему канцлеру не решался перейти на дорогу, потому что он в свое время, когда он был сколько раз, пять, шесть? Нет. Сколько? Нет. Тридцать, четыре раза был женат. Я не хочу преувеличить. Это не случайности. О, аллилуйя! Или о горе! Как бы это ни было! Давайте еще посмотрим третий стих. Может, мы справимся с ним. Мы же хотим в проповеди минимум три стиха разобрать. Два стиха в одной проповеди было бы немножко мало. У меня еще пару других, я еще процитировал, но здесь в тексте нам надо как-то продвинуться, иначе это все вечно затянется. Разрешите что-то вам сказать? У меня в библейской школе есть курс, который называется «Изложение послания к колоссянам». И это сначала 12 лекций, но в основном это становится 14-15, где стих за стихом студентам излагаю к колоссянам, послания к колоссянам. Ты вам скажешь в стихе, может, целую лекцию, если надо сделать. То, что я вам также хочу просто предподнести, пожалуйста, изучайте Слово Божие систематически. Не только искать эти изюминки, но систематически. Знаешь, тема благословения Авраама намного яснее и понятнее становится, и намного живее становится, если ты не только Галатам 3, 13-14 наизусть выучил, и снова и снова иногда это признаешь и проразглашаешь. Но если ты всю главу понял, да и вообще, на самом деле, если ты полное послание понял, ибо все вращается вокруг этих вещей. Еще третий стих. Вы настолько нерассмысленны, Павел даже не может поверить, вы настолько бессмысленны, и поэтому глупые, так говорится вообще-то, то, что вы в духе начали, вы сейчас хотите воплотить, закончить. это своего рода риторическое выражение, это риторический вопрос, другими словами, Павел не может поверить, что это действительно так плохо или так туго. И это решение хочет им преподнести, делать им просто, скажут, люди, это же невозможно, это же невозможно. То, что вы в духе начали, вы сейчас хотите воплоти закончить? Ответ на этот вопрос должен был логическим. Нет. Ты можешь Галатов буквально прямо-таки представить себе, как не снято в своих собраниях и читать сопоставления Галатам. Ибо, знаете, тогда богослужения отчасти были не что иное, как чтение Писания, но не только в таком религиозном смысле, так мы сегодня почитаем так, так, шаламанахарахану, и потом мы пойдем попьем кофе. Но у них были актуальные темы, которые актуально разбирались с Павлом или другими. И послания, письма, если они приходили, и какие-то переписи, копии их были сделаны, они были ценные. Это что-то означало, если информационное письмо Павла было на столе, это было на ближайшие 3-4 года духовная пища. Большинство информационных писем, которые ты сегодня получаешь дома, ты, может быть, между прочим, уже не обращаешь на них внимания даже, к сожалению. Они не имеют больше этого теологического веса, как письма Павла. Аминь. вы настолько бессмысленны и поэтому глупи, потому что вы в духе начали, хотите теперь закончить воплоти, конечно же, нет. И то, что вам хочу дать в дорогу в ближайшие воскресенья, в будущие, в продолжении по этой теме, вся сфера ожирения этого быть благословенным с духовными товарами или в чем мы нуждаемся в обеспечении, что касается форме избытка, имеет намного больше общего с твоей духовной позицией, с твоим принятием, чем ты думаешь. ты можешь все делать правильно, но тем не менее не быть благословенным. Почему? Потому что ты не считаешься с благословением, потому что ты не действительно веришь, что твоя вера или твоей веры достаточно, хотя твоя вера уже давным-давно достаточно. Знаешь, если ты можешь верить, что Иисус Христос за тебя умер на кресте, и если ты можешь верить в такой абстрактный, невидимый факт, что Он стал грехом для того, чтобы ты стал или мог стать Божьей праведной, если ты можешь верить, что ты через раны другого исцелился, тогда же ты можешь поверить, что Он обеднел для того, чтобы ты стал богатым. Аллилуйя! Это та же самая вера, но ты должен это верить. Делать одного недостаточно. Давайте вернемся назад к тому, чтобы мы вещи в духе дальше продвигали, которые мы начали в духе. Аллилуйя! Аминь на сегодня. Знаешь, хорошее в это проведя, я могу закончить, когда мне это нравится. Аминь. Аминь на сегодня.